Время Отца и Сына и Святого Другого Наша родная православная Церковь, как любящая мать, старается нас в течение всего года воспитать добрыми, послушными, чадами Христовой Церкви. И каждый праздник, каждый воскресный день имеет огромное значение в процессе нашего возрастания, нашего глубокого воспитания. Но это время года, когда мы приближаемся к Великому посту, имеет особое важное и глубокое значение для нашего воспитания. Время, три недели назад мы с вами вступили, как я уже имел опыт говорить, в пригодительный период к Великому посту. Просто так вступить в пост без всякой подготовки очень трудно, невозможно. Надо постепенно, потихонечку готовить себя к вступлению к началу Великого поста. Это так же, как с шестого класса трудно сразу перейти в девятый класс в школе. Нужно последовательно проходить какой-то определенный курс учебы, чтобы уже быть готовыми получить как можно больше пользы от девятого класса. И так во всем нашей жизни все должно быть постепенным вступлением в некоторой гранации нечто более высокое и значительное. И вот хочу напомнить вам двух словах о том, какие мы уроки должны быть усвоить за эти три недели. Вы помните, три воскресенья назад мы слышали евангельское чтение о Дзакее, он был богатым, это сборщик подачи, он был маленького роста человека. И он очень захотел увидеть Иисуса Христа. Кто? Увидеть в носителя своими собственными глазами. Он был много о нем наслышан, и он знал, что он будет благодарить через Бог. Иисус Христа. Он был в том, что такая какая-то класса властного противносителя Исакеи чуть было не лишился возможностью увидеть Христа. Но что-то внутри в нем тянуло его увидеть Христа. И вот этот знаменитый богатый гражданин Ерикола, как маленький мальчик зарез потерью, чтобы увидеть Христа. Он, несмотря на то, что не могли бы люди нахивно смыкаться и издеваться, ему было все равно. Он хотел, чтобы это не стало, но прийти в Христа. Мы знаем, чем эта история кончилась. Христос сказал, чтобы он сверз, потому что не надо было быть в его доме. И в этом доме он слышал сладкие слова спасителя, что сегодня пришло спасение дома в Захиле. Ибо он тоже сын на Украине. А Христос сказал эти слова, потому что Закей сделал две вещи. Он сделал сверхъестественное, с его точки зрения, усилие в каких-то местах и обещал исправиться. Или обещал сделать, исправить все ошибки, которые он совершил в своей жизни. попросить прощения у всех тех, кто обманутся. Так что первый урок, привлаживый век, устоит образ Закея. В каждом из нас должен пробудиться вот Закей внутренний наш, в собственной. чтобы мы тоже могли бы увидеть Христа и, быть может, на страшном суде, мы услышим сладкие слова Спасителя. Вот сегодня ты набрасываешь в Синь. Закей мы слышали притчу Спасителя в Магдаре и Гатарисея. Ибо здесь Церковь старается внушить нам, своим детям. Как можно молиться, и как можно бороться со своими родными. И как нужно, чтобы наша религиозная жизнь не превратилась в обрядов бедене. Чтобы наше стояние Церкви, наша покупка и зажигание свечей, распор, поклоны, которые мы видим, молитвы, которые мы читаем, слишком часто начинают из книги, чтобы это не стало самоцельным, а средством, инструментом к пробуждению нашей духовной жизни. Вот, к сожалению, у Харисея все это превратилось в обрядоверие. Для него обряд был важнее людей, обряд был важнее внутренней духовной жизни. А вот Магдарь, казалось бы, занимающийся ужасным делом, прислуживая Рынской империей, обкрадывая людей, знал, как свои недостатки стоял, и единственные слова, которые он мог проехать в Ситр, даже не взявая на небо, мы имеем Божью милости, будем неотвержден. Что мы должны с вами, дорогие братья и сестры, в течение поста, проработать над своим смирением и бороться со своей гордыней, своим осуждением. В прошлом воскресенье мы узнали, какой наш Бог, Отец, любящий, тихо-ливый, ожидающий наше возвращение, наше обращение. Мы слышали притчу о глупом сыне. Мы знаем, как глупый сын захотел получить богатство своего отца, раньше его включения, раньше его ухода из этой жизни. И как он растут нашему, как он все растратил, и как его любящий Отец каждый день ожидал его воскресенье. И дождался его воскресенье. И вот в этой притче, дорогие братья и сестры, мы не всегда будем никак не исправить. Наш невестный, это сожидает наше обращение, как мы услышали в этой притче. Но нам, для того, чтобы почувствовать теплые обвязки нашего невестного отца, у нас должно пропутиться поста по духовной родине. Мы должны помнить, как хорошо жить с Богом, и как плохо, когда мы живем без Бога, как холодно бывает, как устошенно мы чувствуем без Бога, без церкви, без таинства. И вот, пробудившись от Бога, без славы, без слепоты, мы должны делать все возможное, все это Церковь предлагает, чтобы вернуться в Аблязию и прочь. И сегодня, в гретоседнее, в воскресенье перед Великим Послом, мы слышали страшную, беседу Спасителя о страшном среде. Но очень многие из нас думают, разлучая мы на тех, как мир закончится, как будет потом, когда мы умрем, что будет там, как это будет все происходить. И вот Господь наш Иисус Христос дает нам сегодня прямой ответ, нам нечего упражать, дали не тратить, нечего нам там заниматься треософией, и как раз такими учениями предлагающими ответ на то, что будет с нами на том свете. Господь Иисус Христос прям о том говорит. Он говорит, что на том свете Господь Бог собирает все, весь его человечество, весь его человечество и нас с вами. Как послух собирает двух брук, овец, кривосавец с правой стороны и космонт с другой стороны, а георик, и он обратится к тем, кто будет справа, и он скажет, «Возьмите в радость Господа Своя, ибо когда я полгал, вы дали не бис, когда я жал, что вы напоили меня, когда луна, вы одели меня, когда был голод, когда был землица и планица, вы посетили меня». И правильно, и спрос посетили. «Да когда же мы, те люди, голодные, холодные, на гимн, и мы себя наградили одели на листик, и Господь скажет им, вы это сделали младшему моему братью, вы это сделали в личности и делая это в личности своему, вы меня заградили, вы меня наградили на твоем одели». Понимаете, Господь хочет, чтобы мы с вами, дорогие братья и сестры, и каждую друждающуюся видели своего, не только брата, но и что мы видели в нем самого Христа и делая милость к нему, но и делая милость к Христу. А что же мы делаем? Мы проходим мимо чужих людей, мы же не осуждаем других людей, совершенно забывая, что Господь сказал в своей личной притче. А проходим мимо ближнего, мы проходим именно Христа. Осуждали кого-то, тоже получается, осуждали Христа. И вот грешникам Господь обратится с тем же вопросом, и они также ответили. Но разница в том, что они действительно не видели Христа, но их не продумали из ближнего. А правильники они делали просто потому, что он и растил их духовной жизнью. Они не могли не делать этого. Еще одно важное запомнение, дорогие братья и сестры, говоря о сегодняшнем прище о страшном суде. Мы видели, что Бог, Небесный Отец наш, любящий, ждет нашего отношения. Неужели, спрашивали людей, этот любящий Бог, гоняющий бурного сына, будет жестоким нашим судеем, который верит нас в омоле вечер. А неужели, как может любящий Бог такими делами заниматься? Виталии разницы сестра, не Бог нас будет судить, а наша совесть нас будет судить. Не Бог будет нас судить, а тот, которого нужны, которого мы прошли мимо, и не смеялись, потому что может он оставил его кривые глаза ноги, или он бездомный и мешает нам, он нас встретил. И Господь Иисус спросил нас, а ты в течение взаимной жизни помнишь этого человека? Помнишь, как ты проходил дыма, и наша совесть не сможет замолчать, замолчать, она нас сама плечит, и нам будет не посидеть, и мы не сможем быть вместе с правильными людьми, врачи сестра, если мы так холодно, так жестоко обращались к сослуждающемуся во время нашей духовной, нашей временной человеческой жизни. что нужно помнить, что никакой пост нас не спасет в религию на жизни. Никакая смена диеты, пусть мы даже будем питаться холодной водой и хлебом в течение субъезди, это нас не спасет. Не спасет нас тысяча поклонников и 500 Иисуса вновит день, если мы будем жить, как живем, всегда, как преследует игнорировать нужду в этом мире. Одна из целей нашей жизни делать добро, спешить делать добро, пока бьется наше сердце в груди и пока мы вышли и слава же дарует нам Господь Бог. Способность нас добры дела. Интересно, что первое представление Великого Поста начинается словами «Постимся постом добрых доброделами будем заниматься». Об этом не надо забывать. Будем поститься постом добрых дел, будем спешить друг к другу на помощь, как говорит Апостол Парьба, носить тяго друг к другу и таким образом исполнить закон Христов, Аминь. Ростов и Господи, 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 Победа, Господи, Господи, Попелуй, Господи, Субтитры создавал DimaTorzok